Добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы углубимся в тревожное и тревожное научное открытие, сделанное учеными из Франции, России и Германии. Они обнаружили и разморозили 13 докторов исторических вирусов, также известных как зомби-вирусы, которые находились в состоянии спячки в вечной мерзлоте Арктики примерно 48 тысяч лет. Эти вирусы были высвобождены из-за необратимого оттаивания, вызванного глобальным потеплением. Мы рассмотрим захватывающие детали этого научного прорыва и обстоятельства. Вечная мерзлота – это постоянно замерзшая почвенная зона в северном полушарии и при продолжающемся глобальном потеплении происходит ускоренное оттаивание. Этот процесс оттаивания освобождает органическое вещество, которое замерзало до миллиона лет. Среди этого органического вещества находятся исторические вирусы, которые сохранялись неактивными веками. Исследователи собрали образцы из разных частей вечной мерзлоты в семи разных местах. Эти образцы содержали разнообразные вирусы, некоторые из которых происходили от замерзших экскрементов мамонтов, а другие – из желудков сибирских волков, предоставляя захватывающий взгляд на древнюю историю жизни в регионе. В инновационном эксперименте ученые разморозили эти древние вирусы и внесли их в лабораторное культивирование амебы Экрандрмабр-СПП. К их удивлению, вирусы смогли заражать и размножаться внутри клеток амебы. Этот результат подтверждает способность этих патогенов оставаться инфекционными даже после более чем 40-8500 лет в глубокой вечной мерзлоте. В недавнем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вирусес», исследователи подчеркивают, что основная цель их работы – понять, как оттаивание вечной мерзлоты может привести к распространению новых патогенов и потенциально вызвать здравоохранительные чрезвычайные ситуации, такие как пандемии. Они предупреждают, что с продолжающимся глобальным потеплением и ускоренным оттаиванием вечной мерзлоты существует. Хотя эксперименты проводились с вирусами, инфицирующими амеб, ученые считают, что их результаты могут быть экстраполированы на многие другие днкавирусы, способные заражать людей или животных. Это означает, что существует реальная опасность того, что эти размороженные исторические вирусы могут представлять угрозу. Важно отметить, что исследователи подчеркивают, что текущий риск случайной инфекции или распространения этих вирусов считается низким. Они выбрали вирусы, инфицирующие амебы, в качестве меры безопасности, из-за эволюционного удаления между этими организмами и людьми. Однако они признают, что в высокобезопасных биологических центрах проводятся другие исследования для выявления поля вирусов, более склонных к инфицированию млекопитающих. Контекст глобального потепления делает это открытие еще более тревожным. С продолжающимся повышением температуры и ускоренным оттаиванием вечной мерзлоты возможно, что все больше людей будет заселять Арктику из-за промышленной деятельности. Это может привести к увеличению контакта между людьми и размороженными вирусами, увеличивая риски возможного распространения. Хотя биологический риск, связанный с активацией этих исторических вирусов, инфицирующих амеб, считается незначительным, важно продолжать наблюдение и дальнейшее исследование для лучшего понимания потенциальных рисков и разработки соответствующих стратегий предотвращения и реагирования. Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о открытии зомби-вирусов Арктики и важности принятия превентивных. В заключение, открытие зомби-вирусов Арктики предупреждает нас о влиянии глобального потепления на нашу планету. Важно, чтобы мы оставались информированными об этих проблемах и принимали меры для смягчения последствий глобального потепления. Благодарим вас за просмотр этого видео, мы надеемся, что вы нашли представленную информацию интересной и актуальной. Если вам понравилось это содержание и вы хотите получать больше обновлений о научных открытиях и экологических проблемах, не забудьте подписаться на наш канал. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!